МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве принял участие в итоговом событии года экологии в России в мероприятиях международной выставки форума «Экотех». На полях форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологией России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, кабинетом министров Чувашии и публичным акционерным обществом «Химпром» в рамках выполнения мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации года экологии. Сегодня в Москве завершился международный форум «Многодетная семья и будущее человечества». 28 семей из 21 региона России своим собственным примером доказали, что такие традиционные семейные ценности, как милосердие, верность, доброта, внимание и любовь, не забыто в современном обществе. «Нужно сделать все, чтобы большая многодетная семья была нормой и пользовалась высоким общественным признанием», отметил президент страны Владимир Путин. В Чебоксарах более 8 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях. Их число в городе выросло почти на 9% по сравнению с данными последних двух лет. В детских домах остается все меньше и меньше детей. Многодетные семьи поддерживаются как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Так, в Чебоксарах дети из таких семей могут бесплатно или по льготной цене посещать бассейн, ледовый дворец, другие учреждения культуры и спорта. Для семейного кошелька это неплохая поддержка. Реализацию майских указов президента России обсудили сегодня на заседании рабочей группы правительства Чувашии. Речь шла о повышении зарплаты бюджетникам. Сейчас в среднем по республике цифры такие. 21 600 рублей зарплаты учителей, 35 500 врачей, 18 400 работников культуры. В следующем году их планируют повысить до 24, 48 и 24 тысяч соответственно. В 2018 будут действовать новые правила при оценке достижений регионами целевых показателей. Росстат, если давал нам только годовую оценку, годовое значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности, то со следующего года уже будет предоставляться информация по ежемесячным. И, соответственно, мы ежемесячно должны обеспечить, как я уже говорил, выполнение. Еще одно нововведение. Средняя зарплата бюджетников должна быть не меньше средней зарплаты в целом по региону за тот же период. Для выполнения этих задач начата работа с муниципалитетами. В этом году на исполнение майских указов президента страны из консолидированного бюджета республики направлено более 8 миллиардов рублей. В будущем году эта сумма увеличится до 9,6 миллиардов рублей. Сегодня в России отмечается государственный праздник – День Конституции. По традиции представители органов власти проводят общероссийский день приема граждан. И хотя прием начался ровно в полдень, чебоксарцы заранее пришли в столичную администрацию. У каждого свой вопрос. Ответы давали и глава администрации Алексей Ладыков, и заместитель по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов, и исполняющий обязанности начальник управления ЖКХ Павел Порфирьев. Проблемы, с которыми обращались горожане, однотипные – организация автопарковок, платных и бесплатных, плохая работа жилищно-коммунального комплекса, предоставление земельных участков, качественное оказание медицинской помощи, переселение из аварийного жилья. Кстати, по этой теме было больше всего вопросов. Мы вам предлагаем площадь не меньшую той, которую вы занимали. То есть требования законодательства мы выполняем. Предоставить вам две или три квартиры мы не сможем. Некоторые вопросы обсуждались и в режиме видеосвязи с кабинетом министров Чувашии, а также с фондом обязательного медицинского страхования. Общение онлайн помогало сторонам быстрее решить тот или иной вопрос. Многие проблемы разрешились сразу в ходе приема. Некоторые потребуют детального рассмотрения. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Четыре года назад по инициативе Минздравсосразвития Республики начал работать социальный портал. Он объединяет в себе данные о социальных учреждениях Чувашии, информацию о льготах, пособиях, пенсиях и других мерах государственной поддержки. О том, какие еще интерактивные сервисы включает сайт, в нашем следующем материале. Здесь и тематические баннеры, и ссылки на сайты, через которые можно попасть на профильные министерства России и Чувашии, порталы Госуслуг России, органов власти Чувашии и другие. У каждой организации своя страница с контактной информацией. Любой человек может зайти на социальный портал, выбрать определенную рубрику, допустим, поддержка семьи материнства и детства, поддержка инвалидов, социальная поддержка. Вся нормативная база, вся расписана в этом определенном баннере. На социальном портале, официальном сайте администрации города Чебоксара работает и социальный калькулятор. Любой житель республики может им воспользоваться и узнать, какие меры поддержки ему полагаются по закону. Социальный калькулятор очень прост в использовании. Для человека это доступно. Где я живу, в каком доме, какая у меня площадь, сколько я плачу за квартиру, какой у меня доход. Вот эти все параметры вводятся в компьютер, в социальный калькулятор и программа рассчитывает. И говорит, да, ваша семья имеет право на получение субсидий. Пожалуйста, приглашаем в отделцию защиты по месту жительства, приходите и выплата вам будет назначена. Каждый день сайт посещает в среднем более двух тысяч человек. Только в этом году зафиксировано около 20 тысяч обращений. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Федеральная программа «Доступная среда» с каждым годом расширяет свое действие. Финансовую поддержку оказывают и муниципалитеты. В столице Чувашии модернизируют музыкальные школы с учетом того, что в них будут учиться дети с особенностями здоровья. Танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах. Каждый стремится к творчеству. И нет никакой разницы, обычный ты человек или с особенностями развития. И тех, и других рады видеть в школах дополнительного образования. В столице Чувашии таких работает 13. Мы даем возможность как раз учреждениям быть открытыми для всех. И в этом году мы, например, адаптировали входную группу, санузлы в пятой музыкальной школе. У нас сейчас есть возможность принимать особенных детей и в четвертой музыкальной, в первой музыкальной. Конечно, остается вопрос по подъездных путей, подходных путей. Но, тем не менее, мы стараемся эти барьеры преодолеть. Ограниченные возможности здоровья – не повод отказываться от общения. Наравне со всеми Миша Гурбунов поет в хоре и играет на гармонии. Мне очень нравится играть на гармонии, потому что это здорово. Я дальше хочу продолжать заниматься и выступать на сцене. Жанна Аришева вот уже пять лет занимается танцами. Несмотря на то, что не может самостоятельно ходить. Кстати, Жанна – активный участник как всероссийских, так и международных конкурсов. Мне очень нравится танцевать. Когда я выступаю, я чувствую доболоту, ладость зрителей. Четыре готовых танца и два в разработке. У Жанны уже весьма внушительный репертуар. Своим примером мама с дочкой доказывают – нет ничего невозможного. Мы надеемся всегда, что благодаря нашему примеру мы ходим на все концерты. Куда нас только зовут и куда нас только берут. Мы идем с удовольствием выступаем. Только для того, чтобы, быть может, своим примером кого-то подзарядить. И чтобы они не унывали. Жанна хочет этим заниматься. Она хочет танцевать. У нее глаза горят. У нее не получается, а она все равно делает. Кстати, у Жанны есть цель – попасть на Биглов-шоу в столицу нашей страны. И к этой мечте она стремится. В Чувашии завершается год матери и отца. Самые дружные и крепкие семьи стали героями наших репортажей. Светлана и Владимир Михайловы из Янтиковского района стали родителями для семерых детей. Сестры Настя и Маша все делают вместе. Играют на музыкальных инструментах, поют на сцене, занимаются рукоделием. Живут они в большой и дружной семье Михайловых. Если говорить о семье Михайловых, действительно, тут дети, наверное, берут примеры с родителей. Они, вот Маша и Настя, они говорят «мама, мама». Когда я даю ему на тему рисования, на тему «моя мама», «моя семья», «маша» рисует, «мама» всегда рядом. Мама рисует и себя показывает, что это моя мама, моя мама, постоянно у нее такие слова. Но так было не всегда. В этот уютный светлый дом девочек впервые привели несколько лет назад. До этого они жили в интернате. Настя и Маша до сих пор помнят свою первую встречу с приемными родителями. У нас был чихий час. Потом воспитательница подошла и разбудила нас. Там стояли незнакомые люди. Она сказала нам их называть мамой и папой. Потом они ушли и сказали, что скоро вернутся. Мы ждали их. Светлана и Владимир Михайловы вернулись и забрали сестер сначала на каникулы, а потом навсегда. Первый раз она нам шоколадку дала. Мы ничего сначала не понимали, но потом она воспитательница все рассказала. Потом второй раз мы с радостью к ней прибежали, потому что мы ее долго ждали. Так девочки вошли в семью Михайловых. Супруги вместе больше 30 лет. До Маши и Насти у них уже были Артур и Алевтина. Позже появился Сергей. Родной сын Светланы и Владимира уже живет самостоятельно. Воспитанием мужчин в семье занимается папа. Он работает водителем школьного автобуса. Любовь к автомобилям, да и к технике в целом Владимир передал Артуру. Молодой человек учится в Канажском энергетическом техникуме. На учебу каждый день ездит на своей машине. Могу коробку снять, разобрать ее, обратно собрать. Движок разобрать могу с электроникой, подсветку. Это доставляет мне удовольствие. А недавно в семье Михайловых появилась вторая Настя – маленькая помощница. Пока старшие девочки вяжут, вышивают крестиком, она осваивает букварь. Воспитывать детей – это большая радость, говорят супруги Михайловы. Жаль, что не все это понимают. Забота друг о друге, совместный труд, любовь – так создаются семейные традиции. Для них тоже кто-нибудь должен добро делать. Смотря на это, мы тоже хотим такое добро сделать. Поэтому воспитаем, воспитываем детей. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах в одиннадцатый раз прошел кадетский Георгиевский бал. В этом году на паркет вышли более двухсот учеников из четырнадцати кадетских классов Республики. Бальные платья и парадные мундиры, безупречная осанка и четкий шаг. Так выглядит ежегодный кадетский бал. Тема этого года – венский фигурный вальс. Мы готовились с первого сентября, после уроков оставались. Готовили вальс. Очень тяжело было. Надеюсь, это того стоило. Труды оказались не напрасны. Ребятам удалось воссоздать бальную атмосферу России девятнадцатого века. Они с легкостью покоряют танцевальную площадку, и это неудивительно. В классическом кадетском образовании, наряду с изучением общих дисциплин, присутствует строевая подготовка и хореография. Быть кадетом – значит быть постоянным примером для окружающих. И с каждым годом желающих становится все больше. Если посмотреть статистику, то только за этот год у нас увеличилось количество детских классов. В этом году их в Кучеварской республике 114, который меняет около 4000 мальчишек и девчонок. И понятно, наверное, что это движение, оно будет развиваться. Профессионалы будущего. Мастера на все руки есть и среди школьников. Региональные соревнования по профмастерству Junior Skills стартовали в Чебоксарах. Чувашия принимает чемпионат уже во второй раз. В этом году на соревнования заявились 80 школьников от 10 до 17 лет. Все они победители и призеры сетевых отборочных конкурсов. Юные мастера продемонстрируют свои профессиональные навыки в таких компетенциях, как сетевое и системное администрирование, фрезерные работы, мобильная робототехника, аэрокосмическая инженерия. Программа ранней профориентации школьников Junior Skills инициирована и реализуется фондом Олега Дерипаска «Вольное дело». Поддерживает проект Агентства стратегических инициатив Министерства образования и науки Российской Федерации. По поручению президента страны чемпионаты Junior Skills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». Новогодняя сказка в Чебоксарах. Прокатиться с горки вместе с настоящей принцессой или поиграть в снежки с веселым снеговиком или в салки с северным оленем. В Лакреевском парке можно все, ведь на время новогодних праздников здесь поселились сказочные персонажи из известной сказки. Всем привет! Меня зовут Анна и я приглашаю вас к нам в парк «Лакреевский лес». Анна, Эльза и забавный снеговик Олаф и многие другие. Сказочные персонажи из известного мультика появились не случайно. Стала доброй традицией, что Лакреевский парк на время новогодних каникул превращается в резиденцию сказок. Если в прошлом году здесь жили герои Щелкунчика, то в этом свои двери распахнет Холодное Королевство. Герои отправятся на поиски разных новогодних традиций, которые они принесут в Холодное Королевство. То есть у нас будет в течение всего новогоднего сезона разные традиции разных стран, которые будут воплощаться на катке, на аллеях. И, конечно же, не обойдется наш проект без Дедушки Мороза, который принесет волшебную книгу, где будут записаны все эти новогодние традиции. Сам парк тоже преобразится. Светящиеся гирлянды, еловые арки, необычные светильники. Новогодняя атмосфера на каждом шагу. Уже сейчас здесь залили каток, выстроили горку и первыми по ней прокатились, конечно, самые маленькие посетители парка. Мне нравится в Лакреевском парке гулять. Здесь очень красивые декорации. Также мне нравится кататься на лыжах, на коньках и на санках. Это хорошо, что в Лакреевском парке поселились персонажи из Холодного Сердца, потому что этот мультик мне очень нравится. Он очень волшебный. Приходите все в Лакреевский лес! Я очень сегодня рада, что я сегодня здесь побывала с моим товарищем, другом по спорту. Преобразился парк, увидел канатную дорогу, увидел эту дорожку, конькобежная здесь и лыжная эта трасса. Мне очень понравилось. Очень сама заинтересована, чтобы дети у нас всегда дружили со спортом. Радует все прекрасно. Свежий воздух, всякие фигуры много, всяких этих. Ну и картин много. Новогоднее сказочное путешествие начнется уже в эти выходные, 17 декабря. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова